Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплев. Недавно в Самаре прошла необычная акция. Десятки людей поехали на работу не на автомобилях и общественном транспорте, а на велосипедах. И сегодня репортер расскажет вам о самарце, который ездит на велосипеде не только на работу, но и в другие страны. Например, в Индию. Каждый день этого парня начинается с проверки тормозов. Для Димы велосипед это не просто средство передвижения, а самый верный друг. На байке он ездит на работу в университет, на марафоны и даже за границу. В свои 28 лет он объехал полстраны и теперь снова собирается в дорогу. На этот раз в страну поэкзотичней. По факту я посетил все европейские страны, за исключением стран Скандинавии. Поэтому выбор пал на Азию. И хотелось именно проехать на велосипеде своим ходом через Тиньшань, через Гималайя, пересечь. Путешествие в Индию начинается в июле, но приключения начались уже сейчас. Для поездки Диме нужно оформить сразу три визы – пакистанскую, индийскую и китайскую. А также подготовить велосипед к поездке в дальние страны. В велопутешествии подобны для длительных велопутешествий. Я немножко модифицировал велосипед. Для этого поставил очень легкую вилку карбоновую, заменил тяжелую амортизационную. Если предыдущая весила почти 2 килограмма, то это весит всего полкилограмма. Крутить педали для Димы в привычку. За последние годы он стал профессионалом в путешествиях на велосипеде. Он по секрету рассказывает репортеру, что нужно брать с собой в дальние поездки. Для любого велоприключения понадобится багажник и сумка. В народе они именуются велосипедными штанами. Также пригодится спальник, котелок, горелка и рюкзак. И все. Ставишь котелок, готовишь макароны, рис, курицу, мясо и так далее и тому подобное. За поездкой Дмитрия Пащенко можно следить онлайн. Он ведет блог, где каждый день пишет путевые заметки. Впрочем, Дмитрий может писать и лично всем желающим. Я предложил такую идею. Я говорю, давайте вы мне там, сделал на Яндекс деньгах кошелек, и вы будете мне там отправлять по 300 рублей, и я вам буду за это открытки отправлять. Сроки окончания поездки в Индию пока неизвестны. Дима их не загадывает. Он говорит, его путешествие на велосипеде бессрочно, оно длиною в жизнь. Сегодня Индия, а завтра откроются новые горизонты. Ведь на двухколесном транспорте можно проехать практически везде. Для велика и романтика нет преград. И это все на сегодня. Желаю, чтобы ваше хобби стало делом вашей жизни. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok